Всем привет, с вами Дженикус и это Strategy Guide на последнего из трёх бойцов, ставших доступными 26 мая с дополнением Автомасс на Фуджина. Бог ветра представлен как чрезвычайно быстрый и мобильный боец, которому доступны рашдаун и прессинг. Навязать Фуджину свою игру чрезвычайно сложно, рассмотрим нормалы Фуджина. Внес 1. Семифреймовая Пока. Джейлит. Плюс 15 на хите. Аперкот. 9 фреймов стартапа, имеет диагональный хитбокс, как у коллектора, который бьёт дальше, чем у него хирдбокс, а потому хорошо годится как антиэйр против напрыгивающих противников. Тройка. 12 фреймовый хай. На дальней дистанции чуть-чуть лоу крашит. Хороший плюс на хите. Плюс 6. Внес 3. Джейлит. Довольно неплохо достающий лоу. 10 фреймов. На блоке немалый минус. Минус 6. Назад 4. Подсечка. Достает недалеко, но как бы притягивает к себе противника, что даёт хорошую игру на Окиземы. При этом сам Фуджин никак не пригибается, поэтому лоу профайла не имеет. Внес 4. Быстрый 9 фреймовый лоу. Имеет среднюю дистанцию. Минус 8 на блоке, но плюс 18 на хите. Воздушные атаки Фуджина. Воздушные двойки цеплять наземного противника гораздо удобнее. При air-to-air игре имеет смысл использовать однётку. Гетап Верх 2. Быстрый 10 фреймовый далеко достающий лаунчер. Почти так же хорош, как у коллектора. На блоке серьезный ансейв. Минус 21. Гетап Верх 3. 11 фреймовый мид, который также очень далеко достает, но по горизонтали. Минус 5 на блоке. Сейв. Оба броска, как вперед, так и назад, откидывают очень далеко. На обоих бросках есть крашен лоу. Дэши. Фуджин имеет довольно быстрые дэши и бэкдэши. При использовании вейвдэша очень быстро перемещается. Стринг серии Фуджина. 1-1, Верх 4. Хай, Мид, Мид. Семифреймовый джеб паниш. Далеко откидывает. На паниш или в кантерхит дает крашен блоу без выхода на комбо. Минус 4 на блоке. Причем на любом ударе. Дырки для флавдосблока не имеет. 1-2-4-3-4. Хай, Мид, 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 Мид. Последние 3 удара надо прожимать максимально быстро. Минус 5 на блоке. На первый взгляд кажется, что между вторым и третьим ударом есть дыра, в которую можно залезть, но не обманывайтесь на дурящую анимацию. Это Трустринг. Дырки там нет, так что он полностью безопасный. 1-2 в хит при этом имеет плюс 13. Можно после хита пихнуть 13-фреймовый Мид, 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 Мид. Имеет очень хорошую дистанцию. После назад 1-1 оставшиеся 3 кнопки надо прожимать быстро. Назад 1-1 на блоке ансейв. Минус 14. Так что если запороть тайминг, получите паниш. Весь стринг в блок минус 16, но отпушбечивает очень далеко. Не каждый персонаж сможет наказать. Перед последним ударом дырка для флавдосблока. После третьего удара надо сделать дэш за флавдосблочить и ввести верх 2. И если у вашего персонажа верх 2 далеко достающий, то он накажет флуджина. Например, верх 2 Гераса или Кабала или Коллектора. Достанет на паниш. А вот например Рейдену ничем не суждено наказать флуджина за эту серию. Поэтому в зависимости от матчапа, эта серия может стать настоящим кошмаром и основой для откровенного спама. 2-3-1-2. Хай, Лоу, Мид, Лоу. Стринг начинается с 11-фреймового далеко достающего Хай. Довольно серьезный ансейв на блоке минус 17. 2-3-2 плюс 4. Если противник блочит начало стринги, то лучше завершать ее при помощи 2-4. Он даст сейв минус 4. Пушбек на блоке имеет дырку для флавдосблока, но все равно минус 4. Так что если метра у противника нет, можно смело продолжать в эту серию. Назад-2-1-3. Прекрасная опция для контроля дистанции. 18 фреймов стартапа. Достает с нейтрала. Именно в этой дистанции требуется использовать. Интересный глюк. Иногда Назад-2 промахивается против противника, который стоит прямо перед вами. Непонятно от чего зависит, но промахивается. Очень далеко достает Мидом. Первый удар имеет минус 1 на хите. Поскольку это не спешл, а нормал, то Назад-2 отменяется в спешл. Полный стринг является сейфован на блоке минус 7, но имеет дырку для флавдосблока. Однако есть хитрость. При блоке Фуджин не сильно притягивает к себе противника. Таким образом, 1-3 может просто вифнуть. За что обязательно прилетит Паниш. Так что Назад-2 стоит на блоке усиливать спешлом. Тогда этот удар будет очень нелегко наказать. Вперед-2, 1-3. Чуть медленнее бьет, но на такой же большой ренже. Также Фудзис инструмент. При этом скорее для сближения, так как Фуджин подходит к противнику. Ключевое отличие в том, что Вперед-2 не канцелится в спешл. Однако это и сейф на блоке минус 7. Как и продолжение в стринг 1-3. Тоже минус 7. Естественно, можно флавдосблочить. Вперед-3, 1-3. Стринг, начинающийся с лоу. Продолжается в мид, лоу-профайлищий, подъезжающий слайд, который, ко всему прочему, еще и комбится в спешл. Тем самым являясь неприятным комбо-стартером. Окно для ввода второго удара в мид довольно большое. Таким образом, приходится до последнего ждать, продолжит ли Фуджин в однерку или нет. Таким образом, открывается миксап для противника. Лезть на Паниш сразу или ждать. Наказать полный стринг нельзя. На обычном блоке это минус 7 сейф. Единственный способ гарантированно наказать этот стринг за флавдосблочить первый удар. В таком случае Фуджин не сможет продолжить ни в однерку, ни в спешл и останется в полном ансейве минус 16. Дает крашенблоу, если заходит только второй хит. 4-2-3. Хай, мид, мид. Стартап 10 фреймов. На блоке далеко пушбечит с плюс 6. Последний удар можно зафлавдосблочить. Тогда пушбека не будет и минус 8. Тоже сейф. Примечательно, что последним ударом Фуджин запускает мидовый праджектайл. Но бьет он не через всю карту. 4-2. Рестендит. Вперед 4-3. Начинается стринг с 16 фреймового далеко достающего мида. Продолжается в оверхед хорошо продвигающая опция. Что первый удар, что второй. Сейф на блоке с небольшим минусом. Вперед 4-3. Сильно пушбечит. Сейф минус 7. Единственный способ наказать на втором ударе сделать флавлесблок вверх 2. Так как на флавлесблоке такой же пушбек и те же минус 7. Если оверхед второй удар попадает второй раз подряд, при этом во второй раз без первого удара, то Фуджин получает крашенблоу с выходом на комбо. Это хорошая техника против тех, кто сидит в блоке после нокдауна. Универсальные спешалы Фуджина. Выстрел из арбалета. 19-фреймовый хай-праджектайл, летящий по прямой. Но можно за метр запустить стрелу вверх или вниз. Тогда она уже будет бить мидом и отскакивать от пола и потолка. Каждую из этих стрел можно усилить, запустив еще одну стрелу вверх, вниз или вперед за метр. Дает хороший зонинг потенциал. За счет диагональных стрел подойти к Фуджину будет не так просто. А с учетом его назад 2, вперед 2, вперед 3, вперед 4, это может стать большой проблемой. В третьей вариации спешал отсутствует. Торнадо. Стартап 17 фреймов. Может практически гарантированно антиэрить противников, если делать не на реакцию, а на предиктабл. Ко всему прочему, может при этом перемещаться как вперед, так и назад. На блоке очень сильный ансейв. Делать только наверняка. На комбу выводит, если зацепить противника в воздухе. При поднятии противника с земли является комбо стартером, но хитрым. Надо подъезжать этим торнадо не сразу, а с дилеем. Тогда вы спуститесь как раз, чтобы поймать противника на земле. Только в этом случае может использоваться как релаунч мув. Из-за медленного стартапа комбиться не со всеми стринг сериями. В третьей вариации спешал отсутствует. Ветряные удары. 13 фреймовый многоударный мид. Комбо эндер. Можно влить метр. Очень сильно корнер кэррит. И откидывает от фуджина очень далеко. Ни в коем случае не делать в блок, так как последний удар вифнет, и фуджин останется открытым для паниша. Является армор брейком, но никаких дополнительных свойств не дает. Во второй вариации отсутствует. Фаталблоу фуджина. Это 14 фреймовый двухударный мид. На блоке ансейв минус 23, но далеко пушбетчет. А теперь рассмотрим мувы первой вариации. Торнадо. В этой вариации фуджин способен усилять свое торнадо, тем самым поднимая противника еще выше. Это фактически превращает торнадо фуджина в комбо стартер или лаунч мув. При этом это все еще антиэйр на предиктабл, выводящий на комбо. За счет того, что метр можно влить дважды, этим спешалом успешно можно убегать от противника. Еще одна серьезная модификация этого спешала. В этой вариации фуджин может делать торнадо в воздухе, что позволяет ему скомбить air-to-air или, набейтив на антиэйр, поднять противника на комбо. Ветряные удары в воздухе. Это все тот же комбо эндер, но в этой вариации фуджин способен делать его в воздухе. Это делает персонажа еще более опасным в air-to-air битве. Также является армор брейком. Божественный ветер. Фуджин зависает в воздухе и может сделать атаку, аналогичную квик-хопу. Может использоваться, чтобы подловить противника, лежащего на земле, так как удар рукой при долгом зависании фуджина дает крашен-блоу и выводит на комбу. В остальном нет особого смысла делать зависание, так как канцелить его достаточно долго, да и стартап 24 фрейма. Комбы первой вариации. Каждый из этих комб можно закончить вместо вниз-назад 4, проджектайлом назад-вперед 1, что даст рестенд. 1-2, торнадо. Продвигаемся вперед. 4-2, ветряные удары. 1-2, торнадо. Продвигаемся вперед. 4-2, торнадо. Амплифай. Дважды. 4-2, ветряные удары. Вперед 3, торнадо. Амплифай. 4-2, ветряные удары. Назад 1-1, торнадо. Продвигаемся вперед. 4-2, ветряные удары. Назад 1-1, Торнадо, Амплифай, 4-2, Ветряные Удары Аперкот вкрашем Блоу, Дэш вперед, 4-2, Торнадо, Дэш, 4-2, Ветряные Удары Вперед 4-3, вкрашем Блоу, Кэнселем в Торнадо, 4-2, Ветряные Удары Угловые комбо первой вариации, 1-2, Торнадо, Усиливаем, 4-2, Ветряные Удары Аперкот вкрашем Блоу, Напрыгиваем с тройкой, Торнадо, Вниз 1, 4, Ветряные Удары Квик Хоп вкрашем Блоу, Напрыгиваем с тройкой, Торнадо, 4-2, Ветряные Удары Вперед 4-3, вкрашем Блоу, Отменяем в Торнадо, Метр, 4-2, Ветряные Удары В целом первая вариация Фуджина полностью направлена на контроль воздуха Вкупы с сильной нейтральной игрой подойти к нему становится крайне затруднительно Также благодаря усилению Торнадо, что делает его релаунч мувом, он получает дополнительный комбо потенциал Спешл и второй вариации Фуджина Искривленная Игла Спешл заменяет ветряные удары Это 16-фреймовый, очень далеко достающий мид Трехударный, на блоке ансейф минус 16, но дотянуться на паниш могут не все Усиление добавляет еще 2 удара, которые очень далеко откидывают На блоке имеет большой пушбек и минус 1, тотальный сейф Усиленный удар можно заплавлосблочить и наказать при помощи верх 2, просто на флавлосблоке нет пушбека и минус 6 сейф Великолепный мув, чтобы встречать противника и контролировать дистанцию Воздушный барьер Воздушная перри Имеет довольно быстрый стартап, чтобы использовать на реакцию Горизонтальная перри парирует эйр-то-эйр атаки Перри вниз парирует антиэйры Активных кадров немного, поэтому желательно использовать на реакцию При парировании нажимаем однерку против противника в воздухе и тройку против противника на земле Можно добавить метр и нанести больше дамага Учитывая рождаунищий стиль Фуджина, не самая применимая его опция, с учетом того, что самому Фуджину во второй вариации в воздухе особо делать и нечего Он прекрасно контролирует дистанцию земли и жмет на рождаун Гуляющий по небу 16-фреймовый эвейт от всего, что только можно Догнать его при исполнении ходьбы невероятно сложно, но только если у вас нет быстрого телепорта Из-за этой опции Фуджин легко держит ту дистанцию, которую захочет Догонять Фуджина при исполнении бега очень опасно, так как он может ударить горизонтальным ударом, может за метр пролететь с множественным хитбоксом, может ударить дейвкиком и получить крашенблоу при минимум двух шагах, при этом на усилении это тоже работает, поэтому если усиленная версия зашла, это гарантия на крашенблоу Ходьба по воздуху опция крайне разнообразная и даже против телепортов у него есть ответ, главное вовремя стаймить нужный удар Комбы второй вариации, все их нужно заканчивать иглой, это даст рестенд, плюс 8 и контроль дистанции 1-2, торнадо, дэш, 4-2, игла Апперкот в крашенблоу Дэш, 4-2, торнадо, дэш, 4-2, игла Вперед, 4-3, крашенблоу, отменяем в торнадо, 4-2, игла Угловые комбы 1-2, ходящий, усиливаем, третий удар, отменяем, 4-2, игла Апперкот в крашенблоу Вниз 1, вниз 1, 4-2, игла В целом, вторая вариация Фуджина гораздо меньше ориентирована на комбы Зато любые попытки сближения с этим персонажем натыкаются в итоге на потрясающий контроль дистанции Плюс ко всему, ходьба по воздуху имеет такое количество опций, что страшно даже пытаться его догнать Сам при этом Фуджин не лишен способности не только контролировать нейтрал, но и при необходимости сближаться, зонить и рождаунить Опций много, все разнообразные, ко всем привыкнуть крайне тяжело Способности третьей вариации Прежде всего, вперед 2-1, плюс 3 и назад 2-1, плюс 3 Фуджина Теперь можно усиливать и получать дополнительный дамаг Также появляется крашенблоу, если стринг зашел в контрхит противнику, который делает бэкдэш Толчок ветра Арбалет убран из третьей вариации и заменен на 16 фреймовый пушбэк Этот спешл дамага не наносит, но сильно откидывает противника назад, причем даже стоящего в блоке Трекинга нет, выбирать дистанцию ветра придется самому Можно спешл усилить и уже усиление нанесет небольшой дамаг и отправит противника в нокдаун с большим плюсом На блоке очень далеко откидывает Сброс воздуха Торнадо заменено на антиэйр Очень быстрый, 10 фреймов стартапа, имеет 4 дистанции, усиление выводит на комбу Нужно лишь подрасчитать время падения противника Ее можно продолжить при помощи крашенблоу вперед 3-1 Абсолютно никак не цепляет стоящего на земле противника Комбиться только со стрингой, которая подкидывает противника в воздух, а это 4-2 Поэтому в этой вариации это основной комбо стартер Не забываем, это хай, 10 фреймов, очень быстрый Комбы третьей вариации 4-2 антиэйр Амплифай 2 дэша 4-2 ветряные удары 4-2 антиэйр Усиливаем Вперед 3-1 в крашенблоу Апперкот в крашенблоу Дэш 4-2 антиэйр Усиливаем 2 дэша вперед 4-2 ветряные удары Апперкот в крашенблоу 4-2 антиэйр усиливаем Вперед 3-1 в крашенблоу Вперед 4-3 в крашенблоу Антиэйр усиливаем 2 дэша вперед 4-2 ветряные удары Вперед 4-3 в крашенблоу Антиэйр усиливаем Вперед 3-1 в крашенблоу Угловые комбо 4-2 антиэйр 1-2 антиэйр с амплифаем Бэкдэш назад Напрыгиваем стройки ветряные удары 4-2 антиэйр 1-2 антиэйр с метром Вперед 3-1 в крашенблоу Апперкот в крашенблоу 4-2 антиэйр 1-2 антиэйр с метром Дэш назад Напрыгиваем стройкой Антиэйр Апперкот в крашенблоу 4-2 антиэйр 1-2 антиэйр с метром Вперед 3-1 в крашенблоу Вперед 4-3 в крашенблоу Антиэйр 1-2 антиэйр с метром Дэш назад Напрыгиваем стройкой Ветряные удары Вперед 4-3 в крашенблоу Антиэйр 1-2 антиэйр с метром Вперед 3-1 крашенблоу Таким образом Третья вариация Фуджина Направлена на то Чтобы держать противника На максимально далеком расстоянии При этом не сказать Что у него в этой вариации Есть зонинг Он просто держит дистанцию И ничего более По большому счету Ввиду отсутствия нормального Проджектайла На фуллскрине У Фуджина Ответить абсолютно нечем Поэтому пока что Смотрится это как Самая слабая И непонятная вариация Здесь есть все Чтобы выйти на зонинг Но самого зонинга Просто нет В целом Фуджин Это персонаж быстрый Рождаунищий С очень хорошим нейтралом И тотальным контролем дистанции Просто подойти к Фуджину Даже имея телепорт Это целая проблема Так как за весь бой Он может к себе не подпустить У него все для этого есть Ко всему прочему Требует от игрока Хорошего экзекьюшена В частности даже в комбах С непривычки Можно сильно пороть тайминг Из вариации Наиболее комбо направленное Смотрится первое Ввиду усиленного торнадо Естественно все инструменты Для сближения на месте Вторая вариация Имеет еще более сильный нейтрал Прессинг опции Обманные маневры И в целом Более агрессивный геймплей Не надо забывать Что игла Дает очень серьезное преимущество Фреймтрап И полнейший контроль дистанции Вторую вариацию Не удержать С Фуджином Можно сблизиться Только тогда Когда он сам этого захочет Потому что В любой момент Может уйти по воздуху А догонять его В итоге себе дороже Третья вариация Пока смотрится Самой слабой Ориентирована Во многом На откидывание Противника в зонинг Но самого зонинга У Фуджина то и нет Поэтому вариацию Явно не докрутили Таким был Бог ветра Всем спасибо за внимание Пока Субтитры сделал DimaTorzok